История Нередко со стороны исторических произведений императрица Анна Иоанновна предстает в крайне непривлекательных видах. «Пристрашного была взору, отвратное лицо имела. Так была велика, когда между кавалеров идет всех головой выше. И чрезвычайно толста!» – так писала о ней немало натерпевшаяся от нее княгиня Наталья Долгорукова. И действительно, императрица очень любила охоту и грубоватые шуточки своих шутов и дурок. А время правления ее ознаменовалось таким событием, как Бироновщина. Явление, до сих пор ассоциирующееся с засилием чужестранцев, грабящих страну и притесняющих ее жителей. Времена Анны и правда были не самыми гуманными. А когда они в России были иными? И быть нежной и ласковой она особых оснований не имела. Племянница Петра I и нелюбимая дочь царицы Просковьи Салтыковой, жены старшего брата Петра Ивана Алексеевича, в качестве наследницы Трона не рассматривалась. Росла в подмосковном Измайлове и по приказу Грозного дяди в октябре 1710 года, 17-летняя Анна была обвенчана с герцогом маленького, но пока еще независимого Курлянского княжества, южная часть современной Латвии, Фридрихом Вильгельмом. На свадьбе Петр усердно трактовал жениха, по выражению самого царя, до состояния пьяного немца. От этого ли или от прочих хворей герцог скончался по пути домой, и Анна осталась вдовой. Однако Курляндия должна была находиться в сфере влияния России, хотя и состояла юридически под верховной властью Речи Посполитой. Петр распорядился оставить герцогиню в Митаве, ныне Елгава, как символ российского присутствия. Там она и жила бедной родственницей, и жаловалась дяде на безденежье, и на то, что курлянские дамы ювели, украшения и уборы имеют неубогие, а у нее герцогине ни платьев, ни белья, ни кружев, а об алмазах и говорить не приходится. Такие же письма она писала преемникам дяди, его жене Екатерине Первой и внуку Петру Второму. В ответ в лучшем случае отправлялись денежные подачки. Объявлявшиеся женихи интересовались не столько вдовой, сколько герцогской короной, но так и остались ни с чем, поскольку не устраивали либо Петра Первого, либо соседей – Польшу и Пруссию. Последний из претендентов, незаконный сын польского короля Августа Второго, граф Морец Саксонский, очаровал герцогиню. Анна слезно просила всесильного Меньшикова выдать ее замуж. «Прилежно вашу светлость прошу в том моем деле по-древней вашей ко мне склонности у ее императорского величества председательствовать, и то мое полезное дело совершить». И в конце письма признавалась. «И он, и принц мне не противен». Надежда опять не сбылась, и русские полки выгнали Мореца из Курляндии. При отсутствии шансов на брак вдову сначала утешал управлявший ее имениями генерал Петр Бестужев, которого через несколько лет вытеснил из ее сердца и постели молодой камер-юнкер крохотного двора Эрнст и Аган Берон, постигавший самую важную придворную науку – умение быть необходимым и оказываться в нужном месте в нужное время. Может быть, для их репутации, да и для нашей истории, лучше было бы оставаться ему завхозом бедной герцогини в медвежьем углу Европы. Тогда в учебниках не было бы никакой Бероновщины. Осталась бы красивая сказка о любви и счастье московской царевны и незнатного курлянского дворянина, которую рассказывали бы гиды заезжим туристам. Но внезапно в провинциальный мир Метавы вторглась большая история. В ночь на 19 января 1730 года в московском Лефортовском дворце, он и поныне стоит на берегу Яузы, умер от воспаления легких юный император Петр II. Члены высшего государственного органа страны Верховного тайного совета избрали на царство представительницу старшей линии династии, герцогиню Курлянскую. Бедная вдова являлась природной царевной, но не имела ни своей партии в Петербурге, ни заграничной поддержки. Вслед за этим князь Дмитрий Голицын предложил собравшимся воле себе прибавить и послать к Ее Величеству пункты. Так появились на свет кондиции. Позднее Анна назвала их коварными письмами, как я на престол взошла, которые меняли вековую форму правления. Так появляется на свет очень любопытный документ кондиции. Этот документ содержит очень жестко и очень четко сформулированные ограничения самодержавной власти государя, которые не имеют права объявлять войну и заключать мир, вводить новые налоги, назначать высших должностных лиц до полковника, жаловать чины. Еще целый ряд, так сказать, произвольно тратить государственные деньги. То есть ей полагается определенное содержание, больше тратить нельзя. И таким образом Анна их приняла. Ну, деваться-то ей было некуда на бедной курлянской герцогине, а тут все-таки можно переехать в Москву и работать императрицей. Сейчас историки написали уже целый ряд работ, которые сначала, может быть, сливком даже парадоксально и преувеличенно, пытались представить эти кондиции как вообще некий прообраз Конституции. А кто было бы, если бы она все-таки правила при таком ограниченном державе, не получился ли какой-нибудь тут парламентаризм бы у нас, вот из этих всех верховных, там, тайных советов и так далее. Анна сразу же подписала кондиции. Лучше быть хоть какой-то императрицей России, чем прозябать в Курляндии. 2 февраля 1730 года Совет объявил о них. И Голицын предложил собравшемуся в Кремлевском дворце шляхетству подавать проекты будущего государственного устройства. До нас дошли 7 таких проектов. Все они содержали основные требования дворян. Отмену закона о единонаследии, определение сроков дворянской службы, неназначение дворян в солдаты и матросы и их порядочное произвожение по службе. Самый массовый из проектов. Проект 364 по числу подписей предлагал вообще упразднить Верховный Тайный Совет и создать выборное высшее правительство из 21 персоны. Выбираться должны были также сенаторы, губернаторы и президенты коллегии. В свою очередь министры Верховного Тайного Совета предлагали созвать собрание из 20-30 человек, которое должно было рассматривать законопроекты и согласились расширить свой состав до 12 человек. Правда, о своих планах верховники не объявляли. И это было их ошибкой. Но ограниченная монархия существовала в России только месяц. Споры вокруг проектов вызвали раскол в обществе. Многие из числа знати, как и рядовые дворяне, были недовольны министрами-верховниками. Их молчание воспринимали как желание присвоить власть себе. 15 февраля Анна Иоанновна прибыла в Москву, и вокруг нее стали объединяться сторонники восстановления самодержавия. 25 февраля 1730 года группа дворян во главе с князем Алексеем Черкасским явилась во дворец. Они обратились к императрице с просьбой разрешить им новую форму правления государственного сочинить. А потом подали прошение о восстановлении самодержавства. Под крики гвардейских офицеров Анна Иоанновна всемилостивейше изволила и задрать подписанную ее рукой бумагу и вернула себе неограниченную власть. Манифест 4 марта 1730 года упразднил Верховный тайный совет. Инициаторы ограничения монархии сначала князья Алексей и Василий Долгоруковы, а затем через несколько лет и Дмитрий Голицын отправились в тюрьмы и ссылки. Недоверие к вельможам, пытавшимся ограничить власть императрицы и подписывавшим подозрительные проекты, вызвало чистку в рядах высшего государственного аппарата. Для повседневного управления императрица создала кабинет министров, и подписи трех его членов на документе формально заменяли подписи императрицы. Там заседали старый канцлер Головкин, князь Черкасский, человек добрый да несмелый, особливо в судебных и земских делах, душой же кабинета и министром иностранных дел стал опытнейший Андрей Иванович Остерман. Его не любили, но обойтись без квалифицированного администратора, умевшего проанализировать и изложить суть проблемы, и предложить пути ее решения не могли. Но для противовеса Остерману после смерти Головкина в состав кабинета последовательно вводились его оппоненты из числа русской знати. Сначала Павел Ягужинский, затем деятельный и честолюбивый Артемий Волынский, и, наконец, будущий канцлер Алексей Бестужев-Рюмин. Во дворце императрица чувствовала себя властной помещицей в кругу своей дворни. После прозябания в Курляндии Анна Иоанновна наверстывала упущенное, покупая драгоценности – всего на 908 230 рублей. Императрица желала пышности и роскоши. В торжественные и праздничные дни одевалась она весьма великолепно, а в прочие ходила просто, но всегда чисто и опрятно. Придворные чины и служители не могли лучше оказать ей уважение, как если в дни ее рождения те заименидства и коронования, которые ежегодно с великим торжеством бывали празднованы, приедут в новых и богатых платьях во дворец. Императорский двор стал настоящим учреждением со штатом в 625 человек. На его содержание шло 260 тысяч рублей и еще 100 тысяч на конюшню. Вообще же она предпочитала не слишком изысканные забавы. Метко палила по птицам и зверям из окон дворца, любила забавы шутов, охоту. Иногда прямо во дворце Зимнего сада валили кабанов. В летнем саду свора гонщих травила медведи, волков, лисиц. Едва не ежедневно под часу перед полуднем ее императорское величество смотрением в зимнем доме медвежьей и волчьей травли забавляться изволит, сообщали читателям в 1737 году ведомости. Но вкусы постепенно менялись. Та же газета от 2 февраля 1736 года сообщила, что в прошлый понедельник, то есть 29 числа сего месяца, представлена от придворных оперистов в императорском зимнем доме преизрядная и богатая опера под титулом «Сила любви и ненависти» к особливому удовольствию ее императорского величества и со всеобщей похвалою зрителей. В 1738 году танцмейстер кадетского корпуса Жан Ланде получил указ об основании танцевальной ее императорского величества школы. Там учились первые отечественные балерины, женско-полудевки Аксинья Сергеева, Елизавета Борисова, Аграфена Иванова. – Императрица Анна делами-то заниматься не любила, она больше любила охотиться. Но при этом чувство власти у нее тоже было. И своих министров она контролировала. И прежде всего контролировала что? Назначение. То, что прерогатива монарха всегда была. И подарки и награды. Вот это то, что императрица контролировала достаточно жестко. Без этого она бы править не смогла. Особой по значению и приближенности к особе императрицы пост Оберкоммергера, начальника придворного штата, занял Эрнст Иоганн Берон. Как-то Анна призналась, что он единственный человек, которому она может довериться. Имя его стало символом немецкого господства. Но дело перешло в руки последующих фаворитов. Заслуга же Берона состояла в том, что он стал первым в нашей истории правильным фаворитом, превратившим образ ночного временщика в настоящий институт власти с неписанными, но четко очерченными правилами и границами. Начиная с 1732 года, иностранные послы и дипломаты интенсивно начинают искать встречи с Оберкоммергером. Надо сказать, что все встречи эти носят неофициальный характер. Берон не приветствовал официальных свиданий, известно в подобном его отказе английскому посланнику. Но на неофициальных свиданиях он достаточно подробно и интенсивно информировал иностранцев об особенностях российской внутренней и внешней политики. Правда, достаточно быстро дипломаты поняли, что крупные посулы и подарки, иначе взятки, никак не могли повлиять на мнение Берона по поводу внешней и внутренней политики. Известен случай, когда французам не удалось вручить ему взятку размером в 1 миллион пистолей взамен на изменения политики России в ее союзнических отношениях с Австрией. Ту же роль информированного и влиятельного посредника играл Берон и во внутренней политике. Он приучил должностных лиц доставлять ему информацию в виде рапортов для препровождения до рук ее величества. Самые догадливые, как Артемий Волынский, посылали сразу и их экстракты на немецком языке – Берону. У Берона появились приемные часы и аудиенц-камера с отдельной палатой для знатных и другой для маломощных и незнакомых бедняков. «Я должен обо всем докладывать», – писал фаворит близкому к нему дипломату Кейзерлингу и называл в числе своих забот подготовку армии к боевым действиям в начавшейся войне с Турцией, снабжении ее провиантом, обмундированием и амуницией. Среди бумаг Берона сохранилась тетрадка, из которой следует, что фаворит зубрил грамматику и лексику русского языка. Правление Анны Ивановны у нас традиционно связано с таким уже тоже нарицательным явлением, словом, таким термином «бероновщина». Бероновщина – это ее фаворит, немец, причем из простых, малообразованный, грубый человек, окруживший себя тоже такими авантюристами, немцами, и вот они начали притеснять русскую, не только аристократию, какие-то немецкие порядки заводить. Ну, отчасти, конечно, это так. Действительно, да, вот этот фаворитизм, такой достаточно долгий, десятилетний, у нас такого фаворитизма еще до этого не было. Ну, Менщиков и всякие другие петровские деятели, они потом друг друга, собственно, и съели в этой борьбе за власть, а тут вот неожиданно нам такой вот подарок из-за границы пришел. При Петре I фаворит не нужен, или при государственном деятеле такого масштаба, который может сам решать огромную массу дел, является человеком компетентным и владеет там десятками профессий. Но когда на престоле появляется человек весьма ограниченный, или очень молодой, или это дама, которая просто не занимает многие проблемы, она некомпетентна их решать. Но государство – это механизм, а решение должно быть. А для этого и появляется фаворит, который таким образом берет на себя часть работы вот этого самого монарха, но искусство фаворита заключается в том, чтобы все время оставаться на втором плане. Он никогда не может выйти и сказать, да ладно, Бог с ним сейчас решим. Вот это он сделать не имеет права. Такой человек не будет держаться на этом месте. Ты должен многое решать, но при этом всегда оставаться за спиной. Вот это искусство. Тот, кто владел этим искусством, тот будет долго и счастливо жить в этом качестве. Тот, кто не умеет, вот как Меншиков, который не умел этого делать. Он все время кричал «я, я тут главный». Вот он кончил плохо. А Берон, в общем, в качестве фаворита, он все церствование Анны держался на своем месте. Доклады императрицы и ведение корреспонденции требовали понимания внутреннего и внешнеполитического положения страны. Кадровые назначения, способности разбираться в людях, прошение и доношение, умение вести политическую интригу. Для многих государственных деятелей той поры фаворит являлся скорым помощником, говоря современным языком, влиятельным лоббистом, который был в состоянии получить царскую подпись с санкцией и, одним словом, запустить механизм исполнения полезных дел, чтобы нужные решения не залежались в очередной канцелярии. А помимо того, нужно было вовремя заметить перемену настроения государыни, развлечь ее неожиданным и непременно приятным сюрпризом, подчиняться ее распорядку дня, склонностям и даже капризам, день за днем, в течение многих лет под прицелом придворного общества, среди интриг и подкопов. Кажется, он сумел дать некрасивой, одинокой, бездетной московской императрице ощущение собственного надежного и уютного дома. Как свидетельствуют записки очевидца, не бывало дружнее четы и приемлющей взаимно в увеселении и скорби совершенное участие, чем императрица с герцогом Курлянским. Оба почти никогда не могли во внешнем виде своем притворствовать. Если герцог явился с пасмурным лицом, то императрица в то же мгновение встревоженно принимала вид. Если тот был весел, то на лице монархини явное отражалось удовольствие. Если кто герцогу не угодил, тот из глаз и встречи монархини тотчас мог приметить чувствительную перемену. Царствование Анны известно как время Бероновщины, то есть засилье иностранцев. Однако доля иноземцев среди высших чиновников и военных не увеличилась, а их жалование было уменьшено и сравнялось с получаемым русскими сослуживцами. Не было и единой партии немцев. Иноземцы, укоренившиеся на русской службе со времени Петра I, соперничали между собой не менее остро, чем с русскими вельможами. Среди членов кабинета иностранцем был только Остерман. Верно служили Анне, сделавшие карьеру при Петре I, Ягужинский, Черкасский, Головкин, Ушаков, Феофан Прокопович, Шафиров. Правительство Анны Иоанновны проводило ту же политику, что при Петре I, но с учетом интересов дворян. Был отменен Петровский закон о единонаследии, по которому имение отца могло остаться только одному сыну, а остальные должны были жить службой. Открыт сухопутный шляхетский кадетский корпус для подготовки из дворянских недорослей, офицеров и статских служащих. В 1736 срок службы дворян был ограничен 25 годами, а в 1740 им был разрешен выбор между гражданской и военной службой. Помещичьи и крестьяне потеряли право приобретать земли в собственность. Им также было запрещено брать откупа и казенные подряды. С другой стороны, все поползновения дворянского общенародия на участие во власти, вроде предложенных проектов 1730 года о выборности должностных лиц в центральных учреждениях и губерниях, были отвергнуты. В стране по-прежнему строились новые предприятия. В 30-е годы 17 века выплавка чугуна составила 25 тысяч тонн, и по этому показателю Россия обогнала Англию. По-прежнему собирались подати и проводились рекрутские наборы. При Анне Иоанновне военные опять приступили к сбору недоимок. В случае не привоза денег в срок полковники вместе с воеводами посылают в незаплатившие деревни экзекуцию. Какой бы ни была жизнь при дворе, повседневная жизнь большой страны, в общем-то, была достаточно тяжелой. Еще при Петре была введена вот эта самая подушная подачь, которую продолжают взиматься. Это было очень тяжело, она никогда не взималась полностью. Поэтому в российском языке появляется понятие «недоимки». В деревне и при Петре I при Анне Иоанновне посылаются воинские команды, которые эти подати выбивают с населением. Но если добавить к этому голод, недороды, вот, они бывают и при Петре, и при Анне, и при Елизавете, эпидемии. То есть вообще повседневная жизнь российского обывателя, она легкой никогда не была в этом смысле. Царица могла быть грозной. Ходили слухи, что она давала всемилостивейшие оплюшины своим министрам. Однако и ей не удалось прекратить финансовую неразбериху, ужесточить сбор налогов и составить окладную книгу доходов и расходов. Порой даже для самой Анны Иоанновны денег не находилось. 25 июля 1732 года в кабинет прибыл от нее указ о выдаче 50 тысяч рублей. Поскольку в нашей дворцовой канцелярии положенной суммы денег на покупку про обиход наш всяких припасов не достает. Но денег не было и в кабинете. И министры для сыскания той суммы послали ездовых сержантов для выяснения, сколько в штатсконторе и других принадлежащих к тому местах денежной казны ныне имеется налицо, чтобы подали ведомости в кабинет. В итоге в дворцовое ведомство отправили из наличных денег, а именно из штатсконторы 25 тысяч рублей, из акцизной конторы 12 тысяч 90 рублей, из портовой таможни 13 тысяч рублей. Итого 50 тысяч рублей немедленно. Ревизион коллегия в мае 1732 года докладывала. Коллегии и конторы прислали счеты неисправные, из которых о суммах, приходу и расходу видеть было нельзя. Так оно и было. При разборе документов по финансовой отчетности уразуметь их смысл и систему подачи цифр бывает порой весьма мудрено. А сопоставить с показателями других лет часто невозможно. Деньги с опозданиями и не полностью приходили в разные кассы. Далее нужные средства изыскивались из сумм другого ведомства. И затем годами не возвращались. Наконец, центральный аппарат не имел представления о том, сколько и каких сборов должно было поступать в казну. Отдельная проблема – это финансы в России 18 века. Для нас привычное явление понятия бюджет, которое принимается ежегодно, и деньги каким-то образом собираются, ну понятно, каким, через налоги. Потом распределяются по статьям, кто-то получает больше, кто-то меньше, но тем не менее механизм для нас сейчас худо-бедно понятен. Другое дело, что с этими деньгами происходит в процессе, но это отдельный разговор. А вот в России 18 века понятия бюджет не было, даже слова такого не было. Потому что деньги собирались разными конторами, разными учреждениями. И порой очень сложно понять, сколько же государство получало доходов и как эти доходы распределялись. Потому что, допустим, одни налоги собирают, вот, допустим, мы говорили про пятийные дома и кабаки, это собирает одно учреждение камер коллеги. А вот основной прямой налог 18 века подушную подать собирает военная коллеги. И она за нее отвечает. Как они между собой договариваются, довольно сложно понять. Потому что деньги в разное время поступают в разные, так скажем, ящики. Потом каким-то образом они перераспределяются. И как с этим управлялись в 18 веке, понять довольно сложно. Но как-то управлялись. Но порой бывала ситуация, когда деньги нужны, государство не говорит, вот, нужно финансировать вот это и это. Говорят, денег нету государственных. Но где-то они есть, говорит государственная. И посылают человека, который обегает подряд государственные учреждения, все, где есть деньги, и забирает из их касс какие-то суммы, которые там есть. Потом надо будет разбираться взаимозачета, да, что откуда взяли, что куда надо вернуть. Как они с этим и разбирались, тоже вопрос совершенно отдельный. Но ведь как-то разбирались. При Анне вполне можно было угодить под пытку по доносам о непитии здоровья императрицы или подтирке зада указами с титулами ее императорского величества. Но сохранившийся архив карательного ведомства показывает, что тайная канцелярия была не похожа на аппарат соответствующих служб новейшего времени. В послепетровскую эпоху она являлась скромной конторой, где работало около 30 человек, не имевшие местных отделений и профессиональных шпионов. Большинство преступлений составляли ложное объявление за собой слово и дело и непристойные слова в адрес верховной власти. Как не представлявших с точки зрения опытных следователей опасности, они заканчивались для обвиняемых, особенно если те не запирались, а сразу каялись в безмерном пьянстве, сравнительно легко, поркой и отправкой к прежнему месту жительства или службы. За все царствование Анны Иоанновны к политическим делам оказались прикосновенными в разном качестве подследственных свидетелей 10 512 человек, а в ссылку отправились 820 преступников. Царствование Анны Иоанновны, оно прослыло таким довольно жестоким. Хотя, если взять арифметически, посчитать, что, допустим, через тайную канцелярию, то есть то, что можно назвать политической полицией, при Елизавете Петровне проходило в год в два раза больше дел, чем при Анне Иоанновне. Вот царствование Елизаветы считается добрым, а царствование Анны Иоанновны таким вот очень жестким. Ну вот статистика, она говорит об обратном. И тем не менее, это тут не все так просто, потому что при Анне Иоанновне действительно много страдало тех, кто создавал общественное мнение. Это дворяне. Дворянских дел политических при Анне Иоанновне было действительно больше. А именно дворяне, так сказать, это тот слой, который создает мнение в России. С их точки зрения царствование действительно было жестким. Оно и понятно, потому что Анна Иоанна хорошо помнила, как ее встретили в России. А ее встретили вот этими самыми кондициями. Кондиции писали не мужики, естественно, и не рабочие, крестьяне. Кондицию писал как раз русская знать, русское дворянство. И Анна относилась к ним подозрительно. По инициативе Берона был отдан под суд и казнен кабинет министр Волынский. Но порой Анна умела быть великодушной. Крестьяне сосланного Бестужева-Рюмина донесли, что его жена не стеснялась в непристойных словах к чести ее императорского величества. Но государыня вместо расследования повелела отписать мужу, что отправляет к нему виновную, милосердствуя к ней, Авдотьи, и пусть впредь не болтает. Как и ее грозный дядя, Анна самовольно назначала архиереев, не обращая внимания на представление Синода. За неотправление молебнов и поминовений императорской фамилии виновных ждали не только плети и ссылка, но и лишения сана. Тех же, кто по каким-то причинам не присягнул новой императрице, рассматривали как изменников, и следствие по таким делам передавалось в тайную канцелярию. По ней начались разборы церковнослужителей и их родственников, которых власти отправляли в армию, чтобы восполнить потери. Синод тогда отчитывался. В Тверской епархии взято в службу 506 человек, в Казанской – 464, в Нижегородской – 1233. В итоге некоторые храмы и монастыри остались без богослужения. Анна Иоанновна и во внешней политике пыталась следовать Петру. Вместе с Австрией Россия утвердила в 1733 году на польском престоле своего кандидата, саксонского курфюрста Августа III, и вела войну с Турцией, чтобы взять реванш за поражение на Пруте в 1711 году. Честолюбивый фельдмаршал Бурхард Миних представлял будущий триумф. На 1739 год знамена и штандарты Ее Величества водружаются где? В Константинополе, первой старейшей греко-христианской церкви, в знаменитой Святой Софии. Ее Величество венчается как греческая императрица и дает мир кому? Миру без пределов. В 1736 году армия Миниха двинулась через степи на юг. Прорвав перекопские укрепления, русские войска впервые вторглись во владение крымского хана. Под жарким солнцем по степи двигался громадный четырехугольник, в центре которого находился обоз из тысяч телег с провиантом и амуницией. Люди и животные страдали от недостатка корма. Провиант и фураж приходилось брать с боем из-за беспрестанного тревожения со стороны татар. Донимала непривычная жара, а плохая вода вызывала массовые заболевания. Миних без боя занял ханскую столицу Бахчисарай и сжег ее, после чего русские войска вынуждены были повернуть обратно. В том же году другая русская армия фельдмаршала Ласси захватила Азов. В 1737 и 1738 годах Ласси еще дважды вторгался в Крым и дважды возвращался. В разоренном предыдущими походами к Крыму войсками не было провианта. В 1737 году Миних взял турецкую крепость Очаков в устье Днепра. Русские отстояли его от турок, но начавшаяся чума и трудности со снабжением заставили покинуть и этот опорный пункт на побережье Черного моря. Только в 1739-м главнокомандующий наметил оправдавший себя впоследствии маршрут через Молдавию в турецкие владения на Балканах. В сражении у села Ставучаны турецкая конница была отброшена огнем пехоты и артиллерии. Затем на наступавших двинулись янычары с саблями на Гало, но и они были отбиты пушечным и мушкетным огнем. Эти неудачи подорвали дух турецких войск. Они зажгли свой лагерь и в беспорядке отступили. Крепость Хатин была взята без сопротивления. Большая часть гарнизона бежала вместе с отступавшей армией. Крутит река татарскую кровь, что протекала между ними. Не смея в бой пуститься вновь, местами враг бежит пустыми, забыв и меч, и стан, и стыд, и представляет страшный вид в крови другов своих лежащих. Воспевал славу русского оружия студент Михаил Ломоносов. В оде на победу над турками и татарами на взятие Хатина. Вирши о реках, наполненных кровью, были поэтическим преувеличением. На деле потери турецкой армии не превышали тысячи человек, а у русских пало всего 70. Однако как раз в это время австрийцы были разбиты под стенами Белграда и вынуждены были заключить мир ценой потери территорий, завоеванных в ходе предыдущей войны 1716-18 годов. Воевать в одиночку Анна Иоанновна не была готова. По Белградскому договору 1739 года Россия не получила ни выхода к Черному морю, ни права держать там свой флот. Вся торговля могла осуществляться лишь на турецких кораблях. В качестве трофеев ей достались только Азов, без права строить там укрепления, и полоса степного пространства к югу вдоль среднего течения Днепра. Русским паломникам гарантировалось свободное посещение Иерусалима. Так закончилась эта тяжелейшая для России война. Однако смена внешнеполитического курса и переход на новый театр военных действий не могли пройти безболезненно. Условия введения наступательной войны на огромных пространствах, необходимость координации действий на разных фронтах, учет международной ситуации и состояние противника – все это требовало известного опыта, который подготавливал почву для будущих побед. Только цена этого опыта оказывалась неимоверно высокой. По современным оценкам, походы 1735-1739 годов унесли не менее 120 тысяч человек, то есть примерно половину штатного состава всей русской армии. Причем не более 10% от этого числа пали в боях, остальные погибли от жары, голода и болезней на степных просторах. Слава великих побед досталась уже последующим поколениям русских солдат и полководцев времен Екатерины II. Детей у Анны не было. Стремясь сохранить престол за потомством своего отца, незадолго до смерти в 1740 году она назначила наследником сына своей племянницы Анны Леопольдовны Ивана Антоновича. Регентом при нем был назначен Бирон. Анна скончалась 17 октября 1740 года и уже через три недели после ее смерти гвардейцы во главе с фельдмаршалом Минихом свергли регента. ГУДОВ АЛНЫ НЕ ЕКТО Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok